пикова помогите разобраться с мантрами зеленой тары в статье вы пишете читать закрытыми глазами в одном видео предлагаете читать 5 мантр на дни четки можно так год назад спрашивала у соук сокурсника все говорили с открытыми глазами читать как правильно работать с этими мантрами такую кабаку я завернул с этими открытыми глазами закрытыми давайте еще раз я объясню что это такое существует определенная тантра то есть что это такое это текст который допустим написан вот час если я найду скажу кем написан именно вот этот текст зеленая тантра вернее зеленой мантры тантра зеленой тары вот так йога основной части сейчас посмотрим кто же это написал нет у меня этой информации сейчас просто думал быстро найду быстро не получится есть определенная тантра это тексты эти тексты и у меня есть сохраненные даже сегодня я взял с собой вот флешку здесь есть целый ряд текстов их больше наверно 20 тысяч штук если пронумеровать странична получится где-то наверно 20 тысяч страниц это определенная тантра которая переведена с английского языка с тибетского языка и это та информация которую я в свое время выкупил у очень знаменитого эзотерика который был руководителем эзотерического направления каги и вот эти тексты их очень большое количество там есть установленные четкие рекомендации вот именно с мантрами зеленой тары которые были взяты мной из данного учебного пособия была рекомендация произносить данные мантры закрывая глаза но есть другой вариант это другой вариант он касается того что я занимаюсь эзотерикой очень давно я понимаю как она работает почему потому что у меня аналитические умы у меня получается обращать на все внимание как-то я вижу все это обладаю еще определенными способностями ну и когда я читаю мантры закрытыми глазами я ощущаю что они на меня не воздействуют а воздействует на окружающий мир и когда я читаю с открытыми глазами днем то я ощущаю как они воздействуют на меня таким образом когда вы видите видео где я с закрытыми глазами читаю мантры в этих видео то я их не читаю для себя я таким образом проявляю свое решительное желание помочь тем людям которые данное видео будет будут видеть и я это стараюсь сделать не взяв себе ни одного слова из этого видео исключительно посвящая данную мантру тем людям которые в дальнейшем будут слушать данное видео когда вы читаете то вы читаете для себя с открытыми глазами а если читаете для кого-то то глаза можно закрывать таким образом вот такой путаницы которая в общем то периодически у нас возникают я думаю больше происходить не будет правильно можно ли слушать шумы с закрытыми глазами и так далее вы знаете можно и в наушниках можно слушать и с открытыми глазами и закрытыми глазами и даже во время сна но есть но когда я рассматриваю вопрос эффективности все-таки оставлю элемент эффективности на первое место так вот шум он имеет воздействия акустическая то есть он отражается от клеток которые находятся в организме человека и его лучше слушать все-таки так чтобы его воздействие было более обширно акустическим то есть его хорошо слушать так чтобы он звучал вот если взять телефон и включить шум от вируса так чтобы слушать его на расстоянии вытянутой руки то он будет лучше работать чем если взять данный шум и через наушники начать его слушать причем громко лучше тихо на телефоне так чтобы вы слышали можно кстати даже чтобы еле-еле слышали чем так чтобы он очень громко работал через наушники почему так воздействие происходит на весь энергетический кокон человека на все физическое тело а когда мы ставим наушники то это воздействует только на определенную часть может быть это воздействует на слуховой аппарат воздействует на нейросистему мозга но я думаю что все же такие шумы как допустим ясновидение можно слушать через наушники а такие шумы которые посвящены здоровью их все же лучше слушать вот так в громком виде от громкости ничего не зависит кстати а если человек глухой это не имеет никакого значения они не воздействуют на уши они не воздействуют они работают уникально и конечно же наша медицина и наша физика и в общем то наша наверно наука она сейчас вся может улыбаться когда будет это все слушать и будут говорить да андрей дуйко он не прав он говорит какие-то глупости и так далее но вы знаете я иду таким путем как пионер очень давно уже в своей жизни и могу на сто процентов вам сказать что те идеи которые разрабатывались ранее определенными учеными допустим все помнят теслу наверное все помнят там очень знаменитых физиков все помнят там кюри то есть то когда говорили о том что это существует все помнят там джордана бруно коперника и все помнят насколько они вперед леонардо да винчи все помнят насколько они вперед своего времени создавали вернее создавали какие-либо приспособления ли создавай создавали какие-либо идеи на много лет и даже сотен лет опережая свое время Естественно, в 1612 году, если бы кто-то начал говорить о том, что будут летающие аппараты, в которые будут заходить 200-300 человек, будут переносить людей за 6 часов от Москвы в Панаму или в Дубай, то, наверное, никто бы не поверил. И сказали, даже если бы увидели, что это все какой-нибудь дьяволизм, сатанизм, обманы, это все полная ерунда. Ну и так же происходит в тот момент, когда человек получает информацию. Вы знаете, когда человек получает определенную информацию, особенно в случае, если она связана с техническими элементами или медицинскими элементами, то он опирается на выводы, которые он мог сделать на протяжении жизни, обучаясь той информации, которая у него есть. Но не всегда же человек может быть компетентным, не всегда человек может следить за тем, насколько вперед идет технология, насколько она развивается. Именно поэтому, когда я говорю о шумах, допустим, или говорю о каких-либо технологических разработках, я обычно говорю о том, что те идеи, о которых я говорю, которые я озвучиваю, они на много лет уже опередили существующие знания, которые находятся на территории этой земли или этого мира. Так же и все остальные технологии, которые я применяю, и вы знаете, хотелось бы давать больше, и есть идеи, как давать больше, но дальше еще... Они еще более, наверное, непонятные. И вот то более непонятное, но может работать, чем то непонятное, что у вас есть. Ну и, конечно же, из-за того, что это абсолютно непонятному тому населению, которое есть, часть информации, наверное, я буду оставлять у себя в своих этих тетрадках. Возможно, спустя годы для кого-то это будет подсказкой для того, чтобы такие люди смогли опередить время или найти какие-то ответы на какие-либо вопросы и так далее. Продолжение следует...